Юлия Тельных Шахматы помогают развивать умственные способности. Здесь важна стратегия, без которой, кстати, не обходится и ни один бизнес. В этом и есть схожесть предпринимательства и настольной игры делится участник турнира Илья Быков. Жизнь пакетопринимателя многогранна. И каждый пакетоприниматель свои стратегии развития бизнеса, общения с подчиненными, общения с клиентами, взаимодействия с конкурентами развивает. И да, можно провести действительно параллель. Жизнь пакетопринимателя – это и есть шахматная доска. На турнире царила особая атмосфера. Каждый погрузился в игру с головой. Шахматный поединок провели в формате «Блиц». А это значит, что есть всего пять минут, чтобы продемонстрировать свои умения. Всего у нас семь туров предусмотрено. И турнир будет обсчитан Федерацией шахмат России. У каждого участника после турнира появится своя страница на Федерации шахмат России с официальным рейтингом. И в дальнейшем можно будет при участии в турнирах наблюдать свой прогресс. Участники интеллектуальной игры, представители малого и среднего бизнеса «Химок» у всех свое направление работы. Это и медицина, и IT, и розничная торговля. Поэтому такой турнир – это еще и возможность наладить деловые отношения. Предприниматели сегодня хотят общаться. В общении находят какие-то общие интересы. И вот как один из интересов – это игра в шахматы. Такая чудесная площадка – это библиохолл нашего городского округа, библиотека, где предприниматели могут прийти, провести досуговую часть. Это первый турнир в «Химках» среди предпринимателей по шахматам. Организаторы встречи – представители администрации городского округа. В течение всего времени напряженной борьбы предприниматели соревновались за звание лучшего шахматиста, проявляя находчивость и аналитический подход, столь важный как в шахматах, так и в бизнесе. В планах сделать такой турнир по шахматам в «Химках» ежегодной доброй традицией. И более того, стать примером для других городских округов Подмосковья. Анастасия Кравцовская, Руслан Сафин. Новости Химки-ТВ.